Эй, всем привет! Добро пожаловать на шоу, Дэй Чай шоу, на программу передачу, постоянно не знаю как, нам нужно как-то выработать интро, давай поженимся, давай поженимся, я не знаю, что-то нужно придумать реально, меня зовут Зи, меня зовут Зи, меня зовут Азиз, и это наш любимый, ой, надо это сделать эффектно, давай эффектно, раз, два, три, меня зовут Азиз, ближе к микрофону, еще раз, давай, ага, меня зовут Азиз, добро пожаловать в мире животных. В мире животных, кстати, да, если в первом выпуске ты был в костюме дорогой швабры, то сегодня это такая дорогая дикая курочка, да? Папа! В чем ты, от кого это все? Конечно, на мне всегда центрально-азиатские дизайнеры, сегодня это невероятный центрально-азиатский кыргызстанский дизайнер моренго, который, кстати, также выставляется в модном доме, и моренго создает наряды, в которых можно очень элегантно, выйти в свет, то есть такие легкие, красивые, на мне сейчас именно пастельные тона, очень красивые, мы с тобой вообще постоянно почему-то мэтч-мэтч, хотя мы с тобой не договариваемся об этом. Не договариваемся, это странно, что мы не подбираем образы, чтобы как-то, не знаю, мы этот, друг к другу как-то перекликались, но как-то так получается. У нас с тобой один мозг на двоих. Один мозг, да, да. Яс! Такая одна нервная клетка работает вот здесь совместно. Работает на Редбуле. Редбул, проспонсируйте нас, пожалуйста. На мне сегодня Total Look от казахстанского бренда Аниме. Представлены они, собственно, в Алма-Ате. Классно, сказали, вы нам нравитесь, я говорю, вы мне тоже нравитесь. Здесь Let's Go вместе мэтчится, коллабится. Это такая моя большая цель на нашу передачу, подкаст, вообще на чайшо в целом, чтобы случился вот этот вот коллаба между людьми. Но это не коммерческая коллаба. Это не коммерческая коллаба. Нам не платят за это. Мы искренне любим и поддерживаем эти бренды. Да, нам хочется, чтобы люди, которые создают, создают классно, в том числе и вещи, неважно, что они создают. Если они рассказывают истории, используют свои таланты, ремесло и так далее, это супер. Не коммерческие. А вот Red Bull? Red Bull, ты к нам приходи. Вот, поэтому да. И хотелось бы дальше, чтобы мы в других выпусках появлялись, в узбекских дизайнерах, таджикских дизайнерах. Несмотря на континг, мы вас всех любим, все дела. А мы сегодня снимаем в центре паназиатской кухни бан-бан. Бан-бан. Тоже коллаба, коллаба, коллаба. Везде у нас коллаба, мы все друг друга поддерживаем. Мы вот такое одно комьюнити. Растем мы, растут все, растут все, растем мы. Класс. Супер. Окей, сегодня у нас такая тема, на самом деле, очень клевая, очень созвучная с моим личным тиктоком, да, с тикток-аккаунтом. С чем меня ассоциируют люди? Кардашьяны, Дженнеры. Но почему мы о них решили поговорить? Потому что в последнее время, особенно в конце прошлого года, когда люди, которые увлекаются поп-культурой, в том числе и я, мы все составляли список своих предсказаний на этот год, на 23-й год. И одним из таких больших предсказаний просто о том, что будет происходить в моде, в поп-культуре, это то, что Кардашьяны, Карда Дженнеры в целом начнут терять свою актуальность и начнут терять свой объем, этот масштаб влияния на человеческие умы. Но пришло уже время, боже, столько лет. Но почему все, как я, все в один говорили, что это именно в этом году начнет происходить? Что в итоге началось, да? И меня в этом подкасте, в этом выпуске хочется обсудить не только это, но еще и то, что вообще это культ личного бренда сегодня. То есть сегодня у нас продают курсы о личном бренде, все говорят в один голос о личном бренде, почему это так важно и так далее. И в целом, да, я человек, который консультирует по личному брендингу, и там, не знаю, работаю в этом плане, и сам работаю над своим личным брендом. То есть есть много что сказать, и ты тоже в целом, да? То есть мы с тобой более-менее в этом шаре. И гость у нас вообще офигенная, то есть она нам раскроет эту тему побольше, поймет. Ну и будем использовать кард-дженнеров и людей, ну, людей такого масштаба, как такие примеры, да? Ну вот. Ты вообще, вот сегодня для тебя кардашьяны и дженнеры, вот для человека, который не говорит об этом, кажется, на Тик-Токе, что они для тебя значат? А знакомство вообще такое большое с Ким Кардашьян и в целом с кланом Кардашьян у меня начался... С порнухи. Ага! Ким Кардашьян? Ну, так оно стало популярно изначально. Нет, ну ты говоришь такое знакомство более... О, мой бог! Другое. У меня реальное знакомство с ними было, когда я был в Нью-Йорке. Да. И я работал в одной очень крупной организации с большими инфлюенсерами. Один из инфлюенсеров, Адам Илай, который работает с большими брендами, я не могу их называть из-за контрактов, очень большими брендами, он мне сказал, ты знаешь, моя жизнь, вообще мой маркетинг, мое отношение к личному бренду поменялось после того, как я прочитал книгу Крис Дженнер, «Кардашьянс», wait, «Что-то-что-то» and all things Kardashians. Не очень помню. Ну, я моментально скачал аудиокнигу, прослушал ее полностью, и я понял, о чем он говорит. То есть, для меня клан «Кардашьян» – это не шоу «Кардашьян», это не то, что они делают. Для меня это Крис Дженнер такая, мать-паучиха, которая столько лет плетет эту паутину. То есть, с самого начала. И кто-то может сказать, да, она начала там в 51 год, когда у них началось шоу, которое сейчас через 20 сезонов закончилось и так далее. Но давайте будем честными. Это все еще начиналось очень давно, когда она там из Сан-Диего перебиралась в Л.А., когда она выходила замуж за Роберта Кардашьяна, пока она там изменяла своему бывшему парню, гольфисту с Робертом Кардашьяном. Потом изменила еще и Роберту Кардашьяну. А почему они в итоге-то разъявились? А это она в своей книге рассказывала? Причем, ты знаешь, она так классно об этом рассказывает. Она говорит, я обидела отца моих девочек. И мои девочки, они любили его. Они всегда, то есть, и Ким, и Клои, и Кортни отдельно жили от матери. Вот в различные периоды своей жизни с Робертом Кардашьяном до его смерти, до его рака. И они очень любили своего отца. И буквально для них их мать, она немножко их предала. И Крис Дженнер написала очень-очень трогательное письмо, когда уже Роберт Кардашьян-старший лежал в больнице с извинениями об их жизни. Я прочитал это письмо, и я просто зарыдал. И я такой, через секунду после того, как я уже эти эмоции отпустили, я такой, вот, сука. Своим личностным брендом даже меня заставило плакать. Я так на нее злился, я думаю, это вообще, а? То есть, насколько реально паучиха сидит такая, и все думает, все продумывает. То есть, она заставила меня чувствовать эмпатию по отношению к ней, к ее детям, к ее мужу. И даже когда был огромный кейс, когда убили Николь и Ричи, все знаем, кто убил... Николь Браун. Николь Ричи, все же живо. Давай не будем ее трогать. Когда убили Николь Браун. Да. Мы все знаем, кто это сделал. Да. Не все, О'Джей Симпсон. О'Джей Симпсон это сделал. Да. Ага. Когда убили Николь и Ричи, Роб Кардашьян был как раз одним из адвокатов. Он был адвокатом. Он был близким другом О'Джея. Да, он был близким другом, но при этом Крис Дженнер была близкой подругой Николь Браун. Да. И то есть, у них были большие склоки в семье, они писали друг другу письма, Роб Кардашьян от них переезжал. То есть, даже в тот момент она продумывала весь личный бренд. Да. Ким Кардашьян приезжала в 16 лет, у нее не было прав, но она водила машину, ее снимали папарацци. Еще не было Пэрис Хилтона, тогда она была никем. И даже статьи выходили, типа, к Роберу Кардашьян приехала любовница. Молодая любовница, это была Ким. Но самый освещаемый телевизионный момент в истории США, это как раз была погоня. Погоня за О'Джеей Симпсоном. И там был Роб Кардашьян тоже. Для контекста нужно объяснить. Смотрите, О'Джеей Симпсон, это по сути, да, свою легендарную личность. Он был футболистом, играл в американский футбол. В 90-х он был прям суперзвездой. У него была жена Николь Браун. У Николь Браун была близкая подруга Крис Дженнер. То есть, они уже с того момента... Тогда Крис Кардашьян. Тогда Крис Кардашьян. Да, тогда Крис Кардашьян. И тогда она уже была... Они уже были, так или иначе, в поле зрения общественности. То есть, кто-то о них мог знать. Многим кажется, что они стали популярны буквально недавно, 10-15 лет назад. Но паутина начала вязаться еще очень давно. Из 90-х, да. У нас еще не было... Такой, 95-94 год. Там мы только появились. И типа там, халло. Мы не знаем. И вот, собственно, случилось такое, что О'Джей Симпсон убил свою жену, Николь Браун, все дела, и потом убегал. Не доказано убил. Сейчас еще как О'Джей Симпсон нас засудит нахер. Его же оправдали, но он убегал на своей белой машине, белом бронко. Самая знаменитая фраза, да? Chase of a white bronco. Да. И эту погоню за ним показывали по телеку. Как с вертолета. Там очень много подробностей в этом кейсе. Например, оказывается, Николь Браун за день до своей смерти хотела встретиться с Крис Дженнер и показать ей фотографии, которые она спрятала в своем банковском сейфе. А в этих фотографиях были побои. Николь Браун. То есть, О'Джей Симпсон избивал Николь Браун. И, оказывается, она писала письма о том, что она хотела от него очень давно уйти. И он был в Чикаго в этот момент. Но, по некоторым данным, он прилетел из Чикаго в Л.А. И на месте преступления нашли перчатку. Окровавленная кожаная перчатка. И самая знаменитая фраза в американском суде If the glove don't fit, you must acquit. То есть, если перчатка не помещается, вы должны признать его невиновным, грубо говоря. И до сих пор, для многих это большое сомнение, как так? То есть, перчатка полностью пропитана в крови. Она кожаная, она сжалась. То есть, любой материал из кожи всегда при таком количестве воды будет сжиматься. И то есть, они прямо в суде попытались эту перчатку надеть на О'Джея. И вот эта фраза. И туда нужен был и фэшн-эксперт, который сказал бы, да? Да. Шла на Уинтуре такая, кожа так не работает. И вот, причем тут Роберт Кардаши, он был близким другом О'Джея Симпсона, и он был в команде адвокатов, то есть, он защищал активно. В то время как Крис Дженнер стояла в сторонке и просто лютым взглядом просто сверлила и О'Джея, и Роберт за то, что они защищают. Она давала показания в суде, она давала показания против О'Джея, несмотря на то, что ее муж был в адвокатской команде по защите его. И, конечно же, этот, еще раз, момент является самым просматриваемым в истории США. То есть, моя хост-семья, которая жила в Лексингтоне и Кентукки тогда, говорит о том, что невозможно было уронить просто иголку на улице. Все сидели дома, то есть, там было около 80 миллионов просмотров, 80 миллионов телевизоров смотрело «Погоню за Бронко». И большинство людей верило, что О'Джея Симпсон убил Николь Браун, и поэтому сейчас, возможно, вы нигде не слышите об О'Джее Симпсоне, потому что даже если его не посадили, он в такой ментальной тюрьме. Но его посадили, посадили не за убийство, а посадили за, что там, за грабеж, за что-то такое, да? Я не помню, честно. То есть, его посадили за другое какое-то преступление, но технически он был оправдан, поэтому, типа, его не обвинили Ле-Ле-Тополя. Вот такое, да? Да, и вокруг всего этого крутились кто? Кардашьян. Кортни Кардашьян, Клои Кардашьян и Роб Джуниор Кардашьян. И этому всему событию был посвящен целый сериал «People versus OJ», да, «Люди против О'Джея», «Народ против О'Джея». Да. Вот. Да, и поэтому, если для многих людей это буквально недавняя история, но-но-но-но, все это длилось до дому. То есть, вот они эксперты личного бренда. Митрошина, Хитрошина, Горл, вообще рядом не дышали. Да, Горл. То есть, делать поводы буквально на всем и создавать инфоповоды вокруг всего. Ну и дальше, то есть, даже когда Крис Дженнер разводится с Робертом Кардашьяном, когда он умирает трагически от рака, затем она находит тогда Брюса Дженнера. И они буквально продают свой дом, потому что у них семья теперь состоит из восьми детей, и у них нету денег. Крис Кардашьян, у нее есть классная цитата, она говорит, я достала золотую медаль Брюса Дженнера из носка, и мы сказали, что будем снова зарабатывать деньги, типа, будем снова зарабатывать первые места. И буквально она стала менеджером Брюса Дженнера, и они делали такое огромное количество выступлений. Да, выступлений. Он ходил, поездил по университетам, мотивация, мотивация, все это, собственно, распространение. Да, у них была целая кассета, типа, Худеем с Брюсом и Крис, очень знаменитая, и так далее. То есть, уже тогда это все начиналось. Затем, каким-то образом, Ким Кардашьян вливается в круг Пэрис Хилтон, и на этом тоже они хайпуют. Она была известна, типа, девушка, которая шатается рядом с Пэрис Хилтон, и особо ее историю семьи никого не волновала. Но потом она начала встречаться с Рэй Джеймсом, певцом РМБ. Это родной брат певицы Брэнди, и, собственно, она крутилась с самого детства в этих голливудских кругах, она просто была на заднем фоне всегда. То есть, Ким никогда не бедствовала. В 19 лет Ким Кардашьян была секретно замужем за музыкальным продюсером, и никто об этом не знал. Например, Крис Дженнер об этом узнала через три месяца после их свадьбы, потому что Кортни Кардашьян такая, давайте я в этом новом интернете поищу про нашу семью. И такая, Крис Дженнер, Брюс Дженнер и такая, Ким Кардашьян, и первый поиск, сертификат о замужестве. А, в Америке же это прям можно найти, все эти документы? Они находят сертификат о замужестве, и такая, Крис Дженнер. В ярости. А у нее в голове такой план на Ким, она приезжает, а она в 19 лет выезжает из дома, но у них у всех огромная депрессия на фоне потери отца. Но уже тогда, то есть они уже на этих таких инфоповодах что-то делают. Затем у нее Рэй Джей. Да. Секс-тейп. Да, знаменитая их фраза, то что, как вы относитесь к секс-тейпу Ким Кардашьян? Да, к парнушке. Она говорит, ну конечно, как мама, я типа недовольна. Да, я хотел убить ее. Да, но как менеджер. Я увидела в этом возможность. Да, это все, что вам нужно знать об этом всем. Да, и то есть вот Крис Дженнер, по сути, не зря говорят, дьявол работает усердно, но Крис Дженнер работает усерднее. Поэтому вот, и для меня это гений личного бренда, человек, который создал семью. И, например, как они продали шоу Ким Кардашьян, это гениальная история. Давай. То есть они также вот живут в своем доме на Hidden Hills, кстати, очень дорогой район в Лос-Анджелесе. Они не были бедными. Они не детствовали никогда. Но они очень сильно потеряли деньги, когда съехались в две семьи. Потом они в своем доме в Hidden Hills пригласили своего друга, который работает в продакшене, и тот понаблюдал за тем, как там бегает маленькая Кайли, Кендалл, как там Ким ругается с Кортней и так далее. И говорит, слушай, у меня друг Райан Сикрест, а мы с тобой знаем Райан Сикрест, один из самых крутых продюсеров. И телеведущих. И телеведущих, да. Говорит, давай я с ним поговорю. И та сказала, нет, давай ты с ним не будешь говорить, давай ты мне с ним сделаешь встречу, а я с ним поговорю. Да. И у Крис Дженнер тогда появилась ее самая знаменитая фраза. If you are getting no for an answer, you are talking to the wrong person. Если тебе говорят нет, ты разговариваешь с не тем человеком. И за 72 часа она себе сделала самая популярная реалити телевизион в американской истории. Keeping up with the Kardashians. Да. Или как перевели на русский, семейство Кардашьян. Которое продлилось 20 сезонов и 285 серий. Ооо. И потом это все превратилось, вылилось в новое реалити-шоу и так далее. Но это уже было немножко такое, да, пусть второе шоу, оно выглядело, конечно, круче визуально, но оно было, оно как будто, в нем не было вот этого, вот этой простоты, которая была присуща ранее. Да, кардашьяны были абсолютно везде в тот момент. И когда это все началось, они же были просто такими дилист, силист, селебритис, да, они были такие третьесортные, четыресортные селебрити. То есть их никто не воспринимал, над ними смеялись и так далее. И что-то бац, стратегия за стратегией, Крис Дженнер. Но я думаю, что не стоит отдавать все лавры Криса, я думаю, что там Ким тоже сыграла. Ким, да, она была просто. То есть она такая рядом тоже стояла и тоже чуть-чуть подсказывала что-то. Они превратились в A-list, они превратились в такую американскую королевскую семью. Но что делает их невероятными? Да. То, что у них все содержится вокруг семьи. То есть Крис Дженнер является мамой и менеджером, которая забирает 10% с каждой. Гендир семьи. Да, гендиректор семьи с каждой буквально транзакции своих детей. А также Ким и Крис известны были тем, то есть все это время, что они никогда не опаздывают. Угу, всегда уважительно. То есть, да, рабочая этика у них была сильная. То есть они не хотели бы прослыть дивами. Несмотря на то, какая у них была слава, кем бы они ни были, они никогда не опаздывали. И даже, например, очень знаменитый, ну, самый первый эпизод Keeping Up with the Kardashians, это когда Ким приглашают на шоу Тайры, когда еще знаменитая, и ей сказали, что будут обсуждать твою порнушку, грубо говоря. Ну, и Крис Дженнер, конечно, такая, будешь обсуждать, все, точка. Ты смотрел ее? Кого? Порнушку. Нет, конечно. Мне было очень интересно, я посмотрел, ничего особенного. Просто пара, влюбленная друг в друга, они под чем-то были 100%. И когда говорят, типа, кто-то слил, я такой, и вот после, узнав все о Крис Дженнере, узнав все об их семействе, или, возможно, Ким сама слила, чтобы... Ну, потому что просто так тусить Пэрис Хилта никто не будет. То есть, я понимаю, что когда ты находишься в орбите Пэрис Хилта, на тот момент мега-звезда, номер один. Типа, ит-герл сидит из всех ит-герл, да? И, типа, все в ее орбите становятся популярными. Но, мне кажется, ей с собой это не хватало. Тем более, Пэрис это стало прям, то есть, достоянием такой общественности, да, все они знали. После того, как она тоже ее секс-тейп слили. То есть, в 2000-х это такое ощущение, что это был такой единственный способ прямо стать моментально популярной. Ну, и культура папарацци, то есть, она начала развиваться, грубо говоря, с принцессой Дианой, и потом это была Бритни Спирс, и затем это уже была Пэрис Хилтон. То есть, Пэрис Хилтон буквально с 16 лет. Да. Она перед всеми, перед камерами и прочим, и за ней просто гонялись папарацци, и Ким была всегда такой тенью. То есть, уже тогда это все, мне кажется, было так круто распланировано. Но мы сейчас говорим о личностных брендах. Да. И у семейства Кардашьян, то есть, у всех детей и у Крис Дженнер, в общей сложности 1 миллиард подписчиков. А также, то есть, они, одно семейство опережает все медиаплощадки, не вместе взятые, а по отдельности. То есть, они сейчас, это самая крутая медиаплощадка, на которой, ну, если бы они были медиаплощадкой, на которой мог бы выставиться человек. Да, самая популярная синема в мире. Ну, разве что? Они могут выступать королевской семье. И у них 15 брендов, 15 брендов, которые записаны к их имени. Один из последних брендов, который мы с тобой очень сильно любим, 818, Текила, Кэндл, Джендер. Текила, Текила, Текилл, Джендер. Те, кто не знает, мы просто привез эту Текилу, и мы смотрим по субботам Дрэггра из каждой новой серии. Я эту Текилу притаскиваю, и, собственно, хорошая Текила, мне понравилось. Алкоголь вредит вашему здоровью, медиаплощадка предупреждает, если нет 18, не пейте. Если вы живете в стране, где 21, тоже не пейте, все. Это не реклама. Это не реклама вообще, да, на нормальность. Но да, это все просто нас приводит к тому, что стратегия хайпа, она была Ким и Крис, и все знали, как им пользоваться. Сейчас все блогеры пытаются тоже на хайпе выйти, как-то вывести. Это такой способ проверенный, который поможет открыть этого человека большому количеству людей. И сегодня, по моим наблюдениям, последние два года культ личного бренда, он прям абсолютно везде. Предприниматели хотят вылезти в личный бренд. Сами картошьяны построили огромные бизнесы на личном бренде. Кайли Дженнер легендарно прозвали самой молодой селфмейд-миллиардершей. Потом отобрали этот титул у нее, сказали, что они на... О, смешная история, кстати, есть. Да, они на... С документами, не знаю, подделав документы, преувеличив их доходы и что-то, типа, миллиарды. Ну, типа, они просто скостили 100 миллионов и 900 миллионов. Нет, у нее, оказывается, 600 миллионов, по мнению Forbes. Но сейчас, потому что она продала же какие-то акции Коуте. Ну, то есть бизнес-шмизна сидела. Ну, ты знаешь, что интересно было? Крис Дженнер добавили в список 50 над 50. То есть это 50 людей, которые в возрасте за 50, которые очень богаты, и у нее был целый фотосет, который она сама оркестрировала, и у нее спросили, что вы думаете о ситуации с Кайли, то есть как вы это все переживали, и она сказала, я не знаю, о чем вы говорите. И развернулась. То есть настолько, понимаешь, то есть они не готовы, у них личностный бренд, буквально скалькулирован каждый шаг. Да. Буквально. И, например, когда Ким запускала свой Shapewear, как это называется по-русски, я не знаю. Вот сейчас я реально не знаю. Утягивающее белье. Да, да. Утягивающее белье с Кимс, она начала с того, что она назвала его Кимоно. И я больше чем уверен, что это булшит. То есть это был просто способ привлечь внимание. То есть каждый шаг настолько скалькулирован. Да. Это, ну, по мне просто. Да, чтобы люди захавали ее, захавали за ее решение, не за сколько, за продукт, да, сам. И, типа, когда она выпустила в итоге, потом все в итоге пошли купить, посмотреть, типа, стоил ли этот бренд всех вот этих усилий. В итоге стоил. Да. Ну, то есть они поняли то, что их не заканцелят за хейт над японскими. Да. То есть они такие, знаешь, калькулируют все. Это так страшно. То есть социальная инженерия. Кто-то сидит и говорит, вот пошутите над этой культурой, до свидания. Типа, Джеффри Стар. Да. Ваш бренд канцеллют навсегда. А пошутите над другой культурой, вы еще и хайп получите. А потом станете самой богатой компанией по утягивающему белье в мире. И Ким Кардашин становится миллиардершей на этом всем фоне. Социальная инженерия. Социальная инженерия, да. И мне кажется, все блогеры, миллионники и все те, кто используют какие-то скандальные методы, пытаются привлечь хайп и так далее. А мне кажется, они пользуются именно этой тактикой. Они все пытаются повторить за кардашьянами. Это на другом уровне немножко, но по сути то и делают. Своих сторис рассказывают о своей жизни, ведут реальти шоу, оркестрируют определенные события в своей жизни. Да, я до конца не верю всем миллионникам, которые говорят, типа, это все органично происходит. Girl, bye. Кстати, про оркестрирование жизни. Ким Кардашьян выпустила игру. Она стала таким лицензиатором, грубо говоря, игры Ким Кардашьян Hollywood, которая за один год принесла ей 45 миллионов. Мобильная игра принесла Ким Кардашьян. А, это ее первая обложка Forbes. Да. 45 миллионов долларов за один год. До сих пор эта игра пользуется популярностью. Конечно, не такой, как тогда. Но это для меня отличный кейс. И сейчас весь клан Кардашьян переходит в private equity. Это когда инвестируешь. Да, то есть они, у них очень много денег, вы отправляете им заявки на инвестирование в свой малый или средний бизнес. И они, грубо говоря, инвестируют свои деньги, но при этом имеют какую-то часть процентов. То есть сейчас, боже, скоро будет банк Кардашьян. Он будет такой в виде, наверное, двух ягодиц. Да, да. И посередине ты такой заходишь в него. Да, и входишь. Да. И это будет банк Кардашьян. Я больше чем уверен, что мы это ожидаем. Роб Кардашьян бы гордился своими детьми? Да. Он, наверное, не гордился. Он гордился бы их достижениями, но нисколько тем, что они делали, чтобы достигнуть эти вещи. А, да. Ну, они сейчас теряют актуальность тупо потому, что они стали популярными, потому что много людей, много семей себя видели в их сумасшедшей семейке. Да. Они были настоящими персонажами. Каждая сестра отличалась от другой, да. То есть у кого-то любимая сестра была Хлои, у кого-то Кортни и так далее. То есть каждый мог себе выбрать любимого персонажа. Это был такой сериал. И потом они все резко стали миллиардерами, дофига популярными, супер-мегазномитами и стали просто типа обычные люди не могли себя увидеть в их жизни. По сути, не могли сопоставить свою жизнь с их историей. Но сейчас мы видим то, что, например, последний такой инфоповод – это встреча Кендалл Дженнер с Бэт Бани. То есть их как встреча… Зи не очень любит эту историю. Вообще. Как это встреча? Как это называется? Дейтинг. Свидание было. Дейтинг, свидание, Кендалл Дженнер с Бэт Бани. Да. И мы все знаем, что это оркестрировано. То есть по ощущениям это все оркестрировано. Но всем плевает, все такие, окей, и что? Потому что… Типа им кажется… О чем они будут говорить? Этот едва говорит на испанском. Это на испанском знает слово «текила» и «ола», и, наверное, произносит «хола», да, наверное? Ну, типа, камон, я не думаю, что Кендалл Дженнер блещет такими яркими, тупыми оборвался. То есть уже людям всем все равно, и мне кажется, что нужно им сделать, чтобы вернуть к себе вот эту популярность. Ну, типа, платье Мерлин, да, было круто, но уже люди… То есть интерес падал, опять интерес падает, и вот мы возвращаемся к тому, что эра Кардашьян как личных брендов уже куда-то двигается. И мне кажется, вот private equity как раз это то, куда они должны двигаться, и потом должен открыться банк Кардашьян в виде двух ягодиц. Да. И потом это дети начнут, следующее поколение, да, мне кажется, у меня еще есть такая теория, да, что они сейчас Норс начинают потихоньку готовить, да, грумить к этой жизни. Но есть такая теория, что Ким пойдет по сценарию Paris, что она сейчас пойдет на дно, и потом появится как такая comeback queen, типа, ха-ха-ха, и все на фоне, на волне ностальгии, а сейчас Paris же такие икона королева. Несмотря на все проблематичные вещи, которые она делала, то есть многие не готовы прощать Paris за всю проблематику, которую не будем обсуждать. Но это не мешает тому, что она стала еще более популярной, еще более знаменитой, еще более богатой на фоне всего этого. И это нас приводит к личному бренду, все, личный бренд все сегодня одержимы, я, ну, типа, вот, я сейчас активно этим не занимаюсь, но иногда приходят, консультируют по личному бренду, я думаю, ну, типа, я всегда не отрицаю то, что, типа, очень много того, что я делаю в соцсетях, и там даже тактика моя, продвижение в ТикТоке моя, да, все это было продумано, да, потому что я до этого работал медикой, копирайтер и так далее, понимаю, как все это выстраивается, и то есть ничего случайного в том, что я там взорвал в ТикТоке, типа, хотя возможность, взрыв этот был случайным, но потом, строясь на этом взрыве, поднялся. Кстати, твое первое видео было... О Хлое Кардашьян, да, да, да. Боже, это, скорее всего, Крис Дженнер такая сидела, она, наверное, такая, нео, сидит перед компьютерами такая, звонит такая в Китай. Мальчик из Кыргызстана, сейчас делает видео про Хлои, она выстрелит в Центральной Азии, вот такая, и все, то есть она это все спланировала. Берет трубку Хайтс Крис Дженнер, звонит в Китай, байт-дэнс. Такая, вот этот мальчик должен стать популярным, потому что он про нас много говорит, и я чувствую то, что продажи будут высокими. Такая, спасибо, спасибо. И такое, спасибо, Си Зинпинь. Блин, все, точно заблокируют нахер. Нас сюцайцы, саентологи, кто нас сейчас забанит, да? Китайская народная партия. Да, вот. И этот, есть надобность, есть нужда в личном бренде, все видят, что это приносит большие бабки. Но сейчас по примеру Кардашьян, Кардженнеров, видно, что у всего этого есть лимит, у всего есть ограничение, то есть вечно построить по-настоящему большие и устойчивые бизнесы, на этом, наверное, пока что нет никакого примера того, что... Мы посмотрим, сколько еще лет посуществует бренда, и уже потом сможем говорить. Сто процентов. Это приводит нас к нашей госте, которая нам поможет больше узнать о коммуникациях. Коммуникация в Кыргызстане, она побольше всем этим занимается, тоже продвигала на основе своего личного бренда бизнеса, поэтому с кого-то мы узнаем. Сегодняшний гость... Гост? Гост. 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 Сегодняшний гость – это невероятная женщина, девушка, просто богиня, богиня маркетинга, богиня личностного бренда, богиня, которая ассоциируется еще и с выпускающимися брендами, Мерим Те, или можно сказать с фамилией. С фамилией тоже можно. Мерим Таплдиева. Да, да. Я думаю, многие уже знают о том, кто ты такая. Ну, Мерим Те, конечно, это чаще всего я о себе слышу. Да. И мы хотели бы в целом сегодня поговорить о том, как ты начинала свой личностный бренд. Ты сегодня, кстати, слушала про кардашьянов, про их личностные бренды. Хотелось бы услышать твое мнение о них и о том, как ты начинала свой личностный бренд. Я помню, когда у тебя было не так много подписчиков, то есть около пяти-шести, это было лет десять назад. Да, серьезно? Да, но уже тогда ты была в такой тусовке социалитов Бишкека. То есть о тебе многие знают. Социалитов? Я была еще до Инстаграма. А, до Инстаграма она была в тусовке социалитов Бишкека. Так не скромно, но это... Мне просто очень интересно, вот как ты начинала свой личностный бренд, твое отношение к личностному бренду в целом. Ну, я послушала вас, это, конечно, куда там до них, это рядом даже не стоит. Мое мнение про Кардашьян, я на самом деле, когда узнала, что тема будет Кардашьян, я такая, блин, я плохо разбираюсь, я не знаю. Я хотела немного изучить эту тему, потом подумала, я лучше узнаю вас, потому что самые лучшие сплетни. И я была в шоке, если честно, я была в шоке, потому что я столько всего не знала. Я знала, что все началось еще тогда с той... Нет, нет, секс-тейп – это мой максимум. А, все окей. Да, и я знала, что как-то мама приняла участие в том, чтобы это использовать, может быть, даже и синициировать, но так далеко. Я знаю, что был какой-то кейс, что-то какой-то сериал был про их отца, но я не смотрела. Я знаю, что там снимался один из актеров «Фрэнс». А он играл, по-моему, отца, Дэвид Швумер. Дэвид Швумер играл, да-да-да. Но я не посмотрела, к сожалению. И сегодня я услышала просто какие-то сумасшедшие истории про них. Конечно, это такой феноменальный кейс. Я не знаю, будет ли когда-то такой еще и был ли. Ну, точно не было раньше. И, наверное, пусть и не будет. Это не очень хороший кейс. Меня всегда возмущало, когда я сталкивалась с девочками, с мальчиками, которые восторженно так о них говорили. И я видела в их глазах, что они хотели бы того же. Так же жить. И я помню даже... Это я? Типа, вы говорите обо мне? Да, это был я. Да, и там были даже ребята, которые говорят, ну, это же шикарно, ты ничего особенного не делаешь, но при этом все на тебя молятся, и ты зарабатываешь большие деньги. И я думала, почему ты это ценишь? Такая, нужно быть духовным, полноценным человеком. Да, больше это к труду. Да, больше к труду. Духовность – это тоже важно, но ты же вкладываешь что-то в свою жизнь, в свое существование, а не просто, знаешь, там, большая попа, и все окей. Мне очень понравилось, как ты сказала, то есть кто-то тебе сказал, что ну, они же там особо ничего не делают, кто-то такие знаменитые. И самый большой такой, как бы, теглайн у кардашьянов был то, что они знамениты тем, что они знамениты. Да. Но я не считаю, что это правда, потому что они столько всего сделали у людей, 15 бизнесов. Там она даже была под мастерьей Перис Хилтон. Ну, грубо говоря, то есть столько, то есть Крис Дженнер, великий маркетолог, и то есть они рабахали. Ну вот послушав вас, ну, в принципе, уже в последние годы стало много об этом говориться, да, конечно, они много работают, тем более они, оказывается, очень пунктуальны, это прям классно, есть за что уважать. Да, они работали много. Просто эта работа, она немного несовместима с понятиями чистоплотности, что-то, и поэтому её сложно воспринимать как настоящую, мне сложно воспринимать как настоящую работу. То есть есть чёрный маркетинг, да, наверняка вы знаете, что это такое, и это тоже большой труд, это намного сложнее, чем любой другой маркетинг. А что это, если вот объяснить просто? Это когда нужно кого-то очернить или что-то очернить. Да, чёрный пиар, это когда нужно просто сделать так, чтобы человеке плохо. Раньше это было в подпольном, сейчас там это более-менее стало активно пользоваться, как-то даже не стыдно стало. Но, тем не менее, для меня это тоже большая работа, я знаю точно, но это не всегда... Об этом не говорят, этим не хвастаются. О, это моя работа, я вот сделала так, чтобы того там... Загасили, да. Вот, в этом плане я согласна, что работы было очень много, проделаны и проделываются, и они очень сильно стараются оставаться на плаву, но качество, точнее, качество отличное, смысл, глубина и вот чистоплотность, она немножечко, мне кажется, не совсем то, что нужно. А ты была маркетологом? Я расскажу. Я работала в течение... Я работала в течение 10 лет в международных организациях, точнее, в одной ООН, во многих проектах. И там я всегда была сотрудником, отвечающим за коммуникации, пиар и связь с общественностью, с медиа. То есть, это больше коммуникации, нежели маркетинг. Ну, маркетинг... Ну, смежно, да. Больше коммерческое что-то, да. Здесь более социально направленная была работа. Но после, в 2015 году, я уже перешла в предпринимательство потихонечку. Если не секрет, сколько тебе лет? 39. Look, listen, человек пользуется SPF. Listen. Keep on it. Нет. No? Ну, я стала пользоваться год назад. Мне уже все надоели. Да. 39 лет. Да. Генетика. Это генетика. Я такой, переходим на вы. Mary, 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 Mary. Извините, пожалуйста. Я такой расширил. Ну, я чуть-чуть выпал. Я чуть-чуть выпал, если честно, потому что... Я могу сказать, что это генетика, но мама с папой не связаны кровью, да. Они оба выглядят молодо, поэтому там, возможно, есть какие-то другие секретики. Если хотите, я вам расскажу. Что-то кровь пьёт, да, там чем-то... Вот они, саентологи. Да, саентологи. Нет, всё просто, на самом деле. Они вокруг нас. Просто нужно есть меньше мяса. Вообще меньше единиц. А, нет, ну это же не секрет. Это так, ну, типа, красное мясо, оно очень сильно вредит здоровью. Это не секрет, это научно доказано. И, скорее всего, действительно, какая-то есть генетика из обеих сторон, поэтому так получилось. Случайно такая вот история. Очень круто, вау. Поэтому мне, на самом деле, когда пишут, расскажите про свой ухо. Я говорю, это генетика, и все возмущаются. Или там закатывают глаза, но, к сожалению, это правда. Спасибо. Для меня Мерим Табалдива – это такой пример того, как… Ну, просто я очень редко слышу о том, как… Ну, вас записывали в блогеры, да? Хотя это, возможно, не знаю, на какой волне ко всему это пришло. Но вот человек, который берёт своё имя на основе того, что о нём знают в соцсетях, человек создаёт бренды. Я сначала услышал об обуви, потом о ресторане, сейчас пекарня, кондитерская – это всё. И то есть активно используется брендинг, и тогда, когда это особо у нас не практиковали, да? Просто человек хайповал на своей популярности, пользовался популярностью, фотографировался на улице. У вас получилось сразу монетизировать это всё дело? Как вот… Да, да, я помню, был период, когда я вот открыла свой Инстаграм. Я в Инстаграме с 2011 года, когда он только появился, и я пользовалась им, в принципе, активно достаточно, а потом в 2014 году я решила его открыть. Он был у меня открытым, да. Я решила его открыть, и у меня с моим братом родным был спор такой, потому что он у меня, вот весь… У меня младше на 12 лет, он весь в интернете. Он говорит, откройте. Тогда было лукбук. Лукбук, все сидели в лукбуке, и он мне говорит, пожалуйста… Адя Араш Абданова тогда приехала в Бишкек, и я помню, много фотосессий было с тобой. Да, но это было еще до Аджары, до фотосессии. Он мне говорил, пожалуйста, лукбук, потому что классно, там, ну, я увлекалась, красиво одеваться, любила, и он говорил, я буду фотать. Я действительно открыла страничку на лукбуке, думаю, кому это интересно. Потом он мне говорит, Инстаграм. Я такая опять, ну, кофе, окей, я закину, и то очень странно, кому это интересно. Но в итоге мы с ним поговорили, и он говорит, мне кажется, у вас получится сделать классную страничку, и я подумала, ну, 10 тысяч, это прям для меня топ. 10 тысяч, и это было бы круто, потому что тогда я была подписана на европейских блогеров, у них там было по 20 тысяч подписчиков, у которых сейчас по 7 миллионов, да. И я была на них подписана, и я подумала, 10 тысяч, это было бы круто. И у меня ровно через год было 10 тысяч. Это был такой эксперимент. Да. А что в голове произошло, когда ты поняла, окей, я вот гештальт закрыла, что это для тебя значило? Ну, во-первых, там была очень большая составляющая психологическая и личностная, это был период моего развода, и я об этом стала чаще в последнее время говорить о том, что Инстаграм для меня послужил такой платформой для самоутверждения. После развода я пыталась снова поймать себя как отдельную личность, и он мне очень помог. Он, на самом деле, Инстаграм помог мне много раз в жизни, когда было сложно. И потом, когда вот через год я поняла, что есть база, есть люди, которые смотрят на меня, я помню, что у меня были, параллельно, по-моему, это происходило, встречи, так они назывались, встречи, мне говорили, бери за это деньги, мне кажется, это тогда ещё было что-то типа тренингов. Я говорила, нет, я не хочу деньги брать, пускай просто приходит ограниченное количество, там, 30 человек. Я думала, на час 10, но пришло 30. В модный дом, кстати говоря, первый был, первая встреча была в модном доме. В 2015-м я решила организовывать встречи, я тогда очень, ну, я и сейчас этим увлекаюсь, но мне казалось, что я тогда могу заниматься модой, стилем. Я долго себя искала и решила устраивать такие встречи. Первая встреча была, я помню, в модном доме про базовый гардероб. И я ограниченное количество мест установила, говорю, 10 человек, всё, мы будем просто общаться. В итоге пришло 30 или даже больше, я не помню, мы еле поместились, было очень интересно. Я провела серию таких встреч, и потом я поняла, что это мегаэнергозатратно, при этом я получаю очень хорошую, классную отдачу от девчонок, которые приходили, очень много приятных знакомств, общения, но как таково я просто тратила очень много на это времени и сил. А ставить цену какую-то я не хотела. Бесплатно? Бесплатно. Это было всё бесплатно. Ты прям презентации готовила и рассказывала? Да, я готовила презентации, выступления, это всё были демонстрации, всё это дело. Это было, наверное, дизайнеров, какие можно стили. Там были темы, что-то вроде, первый базовый гардероб, потом новогодний наряд, потом мода для 30+. Мне тогда казалось, что 30+, это очень много. Такая мода для 30+, такие бабушки сидят, не забудьте свой костыль. На самом деле мы акцентировали больше на мамашек, что вроде как 30+, с мамочками. Наши мамаши, честно, они просто все дизлайки приходят от мам у нас, я тебе точно говорю, они такие, всё, вы нас ненавидите, мы вас очень любим, мы шутим, не принимайте близкого сердца. В смысле, я вот мамочка же. У нас, да, очень много, все мамочки сегодня были, каждая гостья сегодня была мамочка. Мамочка, да, это просто. Да, так что, нет, мамочки крутые. Я прям помню этот контраст, как было тогда, вот в 2015-м, и как сейчас. Действительно, тогда мамы были, сидели дома, декретный отпуск, это означало полное погружение вот в это состояние. Сейчас, конечно, девчонки, они умеют всё жонглировать. Это хорошо для них, с одной стороны, а с другой стороны, очень много ожиданий с молодых мам, поэтому это тоже двояк. Подожди, можно я ещё раз спрашиваю? То есть, у тебя вот, это ты начинаешь свои курсы по стилю, когда у тебя уже больше 10 тысяч подписчиков. Это не курсы, да. Ну, не курсы, а как встречи, встречи по интересу. Это так называлось, встреча, да. То есть, ты уже такой создаёшь осознанно, комьюнити, бренд, ты уже задумываешься о том, что я хочу быть в этом. Вот, послушав вас, я поняла про Крис, про Крис Дженнер, я поняла, что это не делала специально, осознанно и спланированно. Это было просто, я прощупывала, что я могу, где мне интересно, что принесёт и пользу, и одновременно это будет мне выгодно, и я буду реализовываться. Самое интересное для меня было самореализация. Я постоянно была в поиске, что для меня важно и нужно. И после нескольких встреч я поняла, что это очень затратно во всех смыслах, и я приостановила это мероприятие. И тогда уже у меня появилось, я уже тогда задумалась об обуви. Я помню, что для меня это было что-то типа полететь в космос. Я хочу полететь в космос. В смысле, выпускать свою обувь? Выпускать свою обувь, я думала, это что-то нереальное. Почему обувь? Гораздо даже легче в Кыргустане пошив. Да, да, мне самое для меня важное в любом моём начинании, как бы это, может быть, пафосно не звучало, на самом деле, наверное, где-то это эго. Мне всегда хотелось, что-то новое. Мы очень любим эго. Я хотела просто делать что-то новое. Мне всегда хотела делать что-то новое. Я очень не люблю повторять. Я очень не люблю, когда люди делают то, что делают другие, просто потому что у них это получилось. У тебя это получилось. Знаешь, как я это знаю? Как называется обувь, то есть каблук, у которого сзади нету ничего? Слингбэк. Вот есть какое-то название, типа не лофер, а вот ты надеваешь сюда. А, шлёпка на кабуке, да? Нет, мюли. Мюли, мюли. И Аджара Шабданова. Вот прямо эти мюли, говорит, слушайте, ребята, у вас нету мюлей. Хотите, там самые дорогущие мюли, вот у нас есть такие же мюли, то есть дешевле, качество невероятное, итальянское, типа вы должны взять. Посмотрите, как они выглядят на мне. Я человек, который не носит такую обувь, и я такой, вот это мюли. И ходил всем показывать. Говорю, смотрите, ребята, какие мюли. Вот типа, посмотрите, вот эта брендовая обувь, да, то есть какой-то конгломерат, а вот наши мюли. И то есть это сработало? Ну, я рада. Я на самом деле с этим стал... Последний раз был, предпоследний модный показ был в музее. И я помню, я сижу, это вот этот катпок, да? Я сижу, я, получается, вижу всех, кто сидит на первом ряду, я вижу всех ноги. И для меня это было, я клянусь, я чуть-чуть, мне кажется, подкатил, да, горло, я чуть-чуть проследилась, потому что я видела очень много пар из своих коллекций, и это для меня было прям таким большим признанием. Может быть, было бы классно, так, ноги выставьте, пожалуйста. Так, а ты убери, убери, убери. Нет, это было бы круто, конечно, вот их было очень много, это был длинный такой каток, и вдоль него сидело очень много человек. И я в каждую сторону наглядывалась, я понимала, что и там есть, и там есть, и там есть. Это невероятно. И это очень круто было. Хотя я приостановила производство во время COVID, да. Ну, мне казалось, да. Я когда замахнулась на эту идею, я думала, окей, я люблю обувь, каблуки, туфли. Это, ну, поймите, да, это 2015 год, это прям пик Лобутены, Джимми Чу, я всё ещё под впечатлением о «Секс в большом городе», вот это всё, Манула Бланник, это просто я вот этим дышу, да, я очень это люблю, и у меня до сих пор огромная коллекция всех моих каблуков, которые я практически перестала носить, и я с ними расстаюсь, я не расставалась до, наверное, прошлого года. У тебя были Лобутены? Очень много. Да. She's been that girl since day one. Да, очень много, и я настаивала на том, что 12 сантиметров соукейт – это очень удобно. О, 12 сантиметров соукейт! Это очень удобно, и я в них… Это Вайла Чачки ходит в 12 сантиметров. Это, вот помнишь, Вайла Чачки соукейт, это прям, которая на земле стоит, и у тебя нога вот такая буквально. Их запретили, то есть там 12-14, 14 вообще убрали. Под углом. И вот Вайла Чачки ходила, искала 14 сантиметров, и мы вам всё покажем. Ну, типа, это жесть. 14 сантиметров, они на небольшой платформе, потому что дальше уже невозможно. Это как будто бы на этих, да, стоят, как балерины стоят, примерно такая же, да? Да, и я просто самоотверженно всем доказывала, что мне удобно. Я на них просто бегала с утра до вечера, мне было реально… мне реально было тогда удобно. И я под вот этим всем впечатлением и эйфорией очень хотела свою обувь. И я хотела именно такую красивую, элегантную, ничего там вызывающего, сверхъестественное. Я хотела очень женственную, очень такую элегантную обувь. Я искала-искала варианты, я на Италию даже не замахивалась. Я думала, окей, ну что, Китай? Недоступна, да. Китай поблизости есть. Знакомые подсказали, что где-то там в Армении, по-моему, где-то делают, да, обувь. Вот честно, я не буду брать, но где-то вот в СНГ. И потом, ну и Турция. И поговорив со всеми, с кем я могла, я поняла, что нужны огромные объёмы для Китая, нужны не меньше практически объёмы для Турции. И я стала просто гуглить все выставки, которые есть по обуви. Экспо. Да, и я поехала в Милан, полетела в Милан, изучила много разных фабрик. Оказалось, что это, ну, огромнейший рынок, они могут сделать даже одну пару обуви, если захочешь. Вау. Какую ты хочешь. И очень много было фабрик, которые семейные, вот прям как показывают итальянские семьи, поколением занимаются производством обуви. Я выбрала для себя несколько, проехалась по их фабрикам, определила для себя одну. И всё, я заказала им обувь. И я уже заказала, уехала, прилетела домой. Я помню, я лечу в самолете, думаю, господи, что ты сделала? А сколько ты заказала? По-моему, была первая партия 250 пар. Да. Вау. Насколько? Окей. Это же деньги. Это деньги, да. То есть было настолько, что маржа себя оправдывала? Маржа. Смотрите, как это работает. Остатки. Остаются остатки, потому что проблема с размером. Обувь, она такая, очень капризная, капризный продукт. А размеры какие остаются? Размеры, большие размеры остаются. 41 остается? 41, да. Я спрашиваю для друга. Очень много. Очень много есть такого размера. Мюли 41-го не остаются случайно? Есть, есть, есть. 35-й остается, на удивление, хотя у нас очень много девочек с маленькими. Вот как раз размер Z 35-й. Да, но есть 35-й. Вот. Если отрезать несколько пальцев. Да. И получится. И я заказала все размеры. Мне хотелось, если я выпускаю бренд, а я когда что-то делаю, мне хочется, чтобы это было идеально. Упаковочка. И все упаковочка, и вся размерная сетка, и желательно половинчатые размеры. Ну, все. И я заказала, и я приехала, я думаю, господи, что я натворила? Мне же так стыдно, мне же так стыдно будет, если это не зайдет. Почему стыдно? У тебя не было такого типа, я обанкротилась? Ну, уже определенная репутация была, да? Нет, мне просто, да, да, были определенные ожидания от меня, и я не хотела как-то вот ложаться, я просто не хотела ударить лицом в грязь. Я помню, что я осторожна со знакомым, говорю, а вот я вот подумываю, а как ты, а у меня уже партия едет. А я вот подумываю, как ты думаешь? И все такие, вау, это очень круто. Что ты думаешь, значит, покупки пяти пар? А мы донести пар, ты такая, это 250 пар едет, 10 друзей, которые носят обувь, я такой. А что ты думаешь о 25 парах? Нет, я на самом деле уже там открыто говорила, что я вот хочу этим заниматься. и как бы это выглядело в глазах других, потому что на тот момент все достаточно много было дизайнеров, и я опять не хотела повторяться. Ну и плюс, когда-то в 17 лет я походила на курсы кройки шитья, дизайнера, и я поняла, что это... Я люблю красиво одеваться, мне нравится подбирать, но самой это делать не совсем. Вот, и с обувью, с обувью получилось так, что я выбираю, я рисую, я придумываю идею, а уже мастера в Италии, да, самые лучшие это делают, это для меня было прям больше, чем... Как они прилетели на самолёте? Да, конечно, на самолёте. Вау, то есть авиакарго, это очень круто. Да, да. И как это работает по цене? Остатков очень много, и несмотря на то, что маржа достаточно хорошая, и есть определённая прибыль, в зависимости от того, какие остатки уже можно определять, получилась коллекция или не получилась. А запуск каким был? Он был успешным, или были правы на ожидании? Нет, это было очень круто. Это было круто. Во-первых, очень долго думал. 15-й. Я думала о том... До всего того, что сегодня происходит. То есть опередили время. I'm telling you, вообще правильно гостей зовём. Я вообще, космос работает невероятно. Мы сейчас говорим о личностном бренде, и я такой слушаю, такой... I knew, I knew. Ну, это было всё, конечно, не так осмысленно, как сейчас происходит с личными брендами. Это просто было... Вот я пробовала. Были люди, которые на меня подписаны, которые что-то хорошее мне говорят, чего-то хорошего от меня ждут. Многие ждали как раз такие вот дизайнеров, одежду, а я не хотела оправдывать вот эти вот ожидания массы большинства. Мне хотелось сделать что-то вот прям очень интересное. И с обувью я знала, что это будет либо вау, либо никак. И я думала, приедет обувь. Я-то её ещё не видела. Они мне туда-сюда отправляли как бы экземпляры, но итоговый результат я увидела только когда всё приехало. Я думала, если будет стрёмно, если будет не очень, я просто спрячу 250 пар у себя в шкафу. Я больше их никогда оттуда не вытащу. Потому что ещё самым большим таким для меня фактором было название. Я поставила на него своё имя, на обувь. И это... Я долго на это решалась. Было тяжело. Я думала, придумай какое-нибудь название, это как-то менее лично. А потом стало как-то задумываться, почему бы и нет. Почему, раз уж я замахнулась на Италию, почему бы уже не замахнуться на личный бренд. И я сократила свою фамилию, оставила таб, и получилась вот обувь, мирим таб, о которой я уже слышу как что-то отдельное от меня. И мне это очень приятно, конечно. И обувь приехала, мы сняли классный ролик с Саджарой. Саджарой, да. Саджарой. Да, я помню это. И это было очень красиво. Для того времени это было прям классно. В первом Бонте, я помню, вы ещё снимали. Да. Это была уже не первая съёмка. Первая съёмка была в домашних условиях. А, где вы лежите, кажется, да? То есть это была не первая съёмка? Нет, первая съёмка была, вот я с тогда ещё актуальными шубами выходила. Так, ну как-то меня особо не было видно, было такое видно ноги и каблуки. Всего это. Круто. Да. Обувь зашла хорошо. Под конец года мы презентовали, запустила там всё это. Причём меня спрашивают, как ты продумала всю эту стратегию? Я никак не продумывала. Я просто делилась. Типа, о, смотрите, там мешочки пришли, коробочки. И я просто, и все типа, что же это, что же это будет? Это же насмотренность. Ты столько лет потратила в этой индустрии, и ты многое делаешь интуитивно. Это было интуитивно, это значит. То есть ты делаешь это, основываясь, вот мы здесь всегда говорим насмотренность. У нас часто спрашивают, стиль, мода, дизайн. Ребят, это уже в моём случае там 15 лет насмотренности, где мы очень нацеленно что-то смотрим, наблюдаем, и это потом всё вот так. Да, да, да. На самом деле я тоже, когда меня спрашивают, как научиться стильно одеваться или как понять свой стиль, единственный правильный выход – это вырабатывать насмотренность. И на самом деле это так, да. Ты говоришь, бренд Мэри Мтап живёт как-то отдельно от тебя. У тебя была когда-нибудь ситуация, когда ты такая идёшь и видишь какую-то девушку, и ты видишь свою обувь и такая, вау, у вас такая красивая обувь. А в чём бы сейчас она такая? Это Мэри Мтап. Ну, настолько, наверное, не было. Это Феррари, это такая, нет, это там Бугатти, да, я не помню. Бентли. Нет, я не подходила, и мне как-то поскромнее, думаю, не буду подходить. Я просто подмечала, что это классно. Я видела на мероприятиях разных, и это было приятно. Я поняла, что бренд как-то самостоятельно стал существовать, когда мне предложили его выкупить. Мы выкупим у вас ваш бренд. Я говорю, как вы это представляете? Это же моё имя. Как вы хотите купить моё имя? Это не продаётся. Кайли продала. Она продала 60%. Я не могу. Ну, в любом случае, она контрольный пакет Кайли продала. Они могут делать гораздо больше с её брендом, чем она сама. Да. Да, нет. Я не смогла. А если мы его поменяем на Бэй Римбаб? Ну, это уже будет поделочка. Это будет, ну, как сейчас. Это будет Абибас. Дюб? Да. Да. А что сегодня с брендом? Вот, когда начался карантин, вообще вся эта история с ковидом, всё встало на стоп. Я с тех пор несколько раз пыталась связаться с своей фабрикой, и они мне не отвечают. Мне сказали new phone. Они мне не отвечали очень долго, потом выяснилось, что они, к сожалению, закрылись. Это семейная маленькая была фабрика. Вот. И, ну, признаться, это не единственная причина, потому что помимо того, что ковид закрыл фабрику, так получилось, что, в принципе, мода сильно поменялась за счёт ковида, и ещё поменялись приоритеты. То есть, у меня, допустим, взгляды поменялись на натуральную кожу. Да. Да, то есть, хотелось бы уже переходить на более экологичные какие-то материалы. И здесь уже, получается, как-то возникает диссонанс с нашими культурными ценностями. У нас пока ещё люди, мне кажется, не пришли к тому, чтобы оценить искусственную кожу. Так же, как искусственные шубы. Да, для них это дерматин. Да, да, это дерматин. И я искала разные способы. Есть классная искусственная кожа из кожуры апельсина, из кожуры винограда. Потому что и в Италии очень много, естественно, винограда и апельсинов, и они просто перерабатывают и изготавливают кожу. Мне очень нравится, что ты не могла дозвониться на свои фабрики. Я не могу. Представляете, ты такая звонишь, 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 и они такие, Mary, we are close. Ты бросаешься из кожи. Нет, на самом деле итальянцы, с ними тяжело. Они не очень-то идут на контакт, они тяжело говорят на английском, они не особо ответственные. То есть, есть такое, да, с их стороны. Вот всё, теперь нас кенцельнут итальянцы. Нет, только не итальянцы. Дорогие итальянцы. Миаморе. Миаморе. Сфорги вас. Сфорги вас итальянам. Ну, там очень вкусно, очень красиво, поэтому. Они белые люди. Им всё можно, им всё можно. Как случился потом ресторан-то в итоге? Окей, это очень странно, я знаю. Но я этим горжусь, я знаю, что... Потому что, когда же в проектах ООН я перескакивала от темы HIV-AIDS, ВИЧ-спида на тему репродуктивного здоровья, на тему наркотики и преступности, тема стихийных бедствий. То есть, мнение не впервые перескакивать от абсолютно разных каких-то областей деятельности. Сейчас секундочку. Я ж подавился этим итальянским акцентом. Это оставят, да, походу? Да, да. Да, итальянская месть. Мафия is here. Потом я выпала. Из жизни в 17-м году случились такие обстоятельства в моей жизни, о которых я один раз публично поговорила, и на этом больше пока не готова говорить. Поэтому пока оставим так. Мне всё интересно. То есть, ты можешь говорить, о чём тебе, о чём ты хочешь. Да, и в 18-м году я вернулась в Бишкек, из Берлина. В 17-м вот я выпала, в 18-м вернулась, и я была в такой... Типа я поменялась очень сильно за этот год. Мои ценности поменялись, и я была, ну, правда говоря, очень потерянная. У меня был, как он называется, посттравматический синдром, да, в общем, все дела. И я была такая в поиске, чем бы заняться дальше. И так получилось, что мне предложили... Открыть заведение. Почему бы не открыть заведение? Я говорю, ну, я вообще-то в этом вообще никак. Я её люблю поесть. Это всё. Они говорят, ну, ты как бы гурман, тебе нравится ходить по ресторанам, ты любишь эстетику. Это можно было бы всё перевести вот в продукт какой-то. Предложили в рабных долях, то есть это типа как инвесторы, я как человек-лицо, человек-идея. И на самом деле всё получилось очень гармонично. Мы смогли быстро проработать всю эту концепцию. Я сразу в голове увидела, как это всё... Потому что ресторан, который находился до этого, там он был французский. И хотелось сохранить эту тематику. И мы как-то быстро-быстро-быстро всё перевели в новую концепцию. Я пришла туда, пригласила своего хорошего знакомого шеф-повара. Из Кангастана. Да, да, да. Он работал раньше в очень тоже известном ресторане до этого. И потом я их повезла всех в Алмату, кондитера, шеф-повара. Мы там походили по всем ресторанам. Но самая главная была идея пойти в поль, чтобы они попробовали, что такое багет, что такое круассан. И всё. Are you happy to be in Paris? Are you happy to be in Paris? Oui, oui, oui. И мы вернулись, и просто ребята начали отрабатывать. Потому что у нас было классное комбо. Из-за того, что у меня был опыт путешествия, я пробовала это всё много раз. У ребят были навыки, чтобы это всё воплотить в жизнь. И они что-то делали, я пробовала, говорила, это не то. Они делали, я говорила, вот это надо доработать. И вот в течение нескольких месяцев мы довели нашу круассану, нашу продукцию до такого состояния, где было не стыдно. Я потом с этими круассанами пошла к знакомым французам, потому что тогда я особенно хорошо общалась со всеми нашими экспатами и иностранными посольствами. И там разные, в общем, ребята, которые из Франции. И они, попробовав круассан, сказали, да, это то самое. Они сказали, да, или вы-вы. Они хорошо говорили на русском, но они дали добро. Потом я отправила ещё швейцарскому, организации швейцарской, они тоже дали добро. И всё. И мы сказали, мы готовы, мы будем запускаться. Мы очень быстро запустились. И несмотря на слабую локацию, я была удивлена, я каждый раз, если честно, до сих пор удивляюсь, когда я вижу, как работает мой бренд, мой личный бренд. Потому что я выкладываю, и у нас раз так первый же день мы в тестовом режиме открылись, и у нас раз полная посадка, и я такая круто. Повышенное доверие в аудитории. То есть люди смотрят меня, люди приходят ко мне, и со временем, конечно, это всё спало, всё вошло в такой обычный режим работы. Но первая вот эта реакция, она меня всегда удивляет. Потом вы отделились от этого всего? В прошлом году, примерно в это время, мы отделились. Да, мы ушли. Я ушла, и так вышло, что за мной команда захотела уйти, но потому что шеф-повар, он и пришёл со мной, собственно, и они вот решили со мной уйти. Новый проект. Да. Буланжери. Буланжери был запущен два года назад, как отдельный проект, как бы дочерний проект от ресторана, как прям поставка хлебобулочных изделий. Это была идея? Это была моя. Только в формате Dark Kitchen, да, получается? Да, это хотела делать я лично. Я предложила своим на тот момент партнёрам, они не заинтересовались. И я решила делать это одна. Мы открыли небольшой павильон в верхней части города. И, в общем-то, просто это была вот такая булочная. Мы проработали год, и через год вот мы отделились, и запустили уже как отдельная самостоятельная компания. И сейчас, вот год спустя, мы сейчас в активном процессе расширения. Оффлайн-точки я видел уже, да, ремонт активный идёт. Это не оффлайн-точка, это просто большой цех. А, всё, окей. Мы просто расширяем производство. Куда, я как слышал, только друзья приходят, разрешаются. Пока никто ещё туда не ходил. Как никто? Мэриша такая... Мэриша ещё там не была, не была. Она заказывает телефону, и... И она приходит, потому что она знает, где это находится, и она просто заезжает. А вы её не пускаете, такая? Ну, это производство. Настоит такая, пустите меня. На самом деле на производство нельзя. И там у нас есть окошко, такое страшненькое окошко, куда люди приходят, стоят в очереди, покупают круассанные сэндвичи. И из такой тёмной бирки выходит рука. Да. На самом деле, что-то типа того. Мне очень стыдно, когда я вижу в ТикТоке где-нибудь обзоры всякие, да, вот мы нашли, пришли, ждём у окошка. Окошко такая, на самом деле, страшненькая, потому что... Такой завод Ленина, наверное. Да, такая дырочка. Почти. И такая рука с маникюром. Да-да-да, почти. Типа самая увлажнённая рука вообще в мире такая джичная. Ну, сливочным маслом натирается. Да, да. И на самом деле это так, и мне стыдно, потому что я не планировала абсолютно такие продажи. Мы думали, что мы будем работать с другими бизнесами, поставлять продукцию. Да, в магазины, в кафе, в рестораны, потом пошли спортзалы, школы, ну, в общем... Спортзалы? А, там же теперь в спортзалах кафе появились. Спортзалы тоже, да, сейчас берут нашу продукцию. И сейчас мы вот расширяемся цехом, мы хотим побольше производства, побольше людей, но если получится, конечно, будет здорово свою точку тоже иметь. А какой отличительный знак у багета или батона в ланджере? То есть я вот, например, пошёл в магазин, грубо говоря, тебе комфортно называть магазины, где это продаётся? Конечно. То есть это где в основном мы можем найти? Магазинов очень много, у нас около 30 точек продаж сейчас по Бишкеку, включая все, то есть это и школы, и магазины, и кафе, и рестораны. Но смотря в каком районе, мы сейчас есть в магазинах Family Market две точки, мы есть в магазине Наш, мы есть в магазине Арман, мы есть в магазине Колобок, вот это такие-то самые узнаваемые. Какое у вас этикетка, то есть на ней написано Boulangerie, да. А какого цвета она? Зелёная. А, это вы? Зелёная цена. Причём доступная цена. Очень. Я в шоке, то есть там багет стоит около 100 с чем-то? 60. А, 60 цена. 67-80, зависимости от 3 багета. Жесть, это я ел ваши багеты, я ещё маме говорю, мам, вот такой багет, она такая, айдёк. Просто буханку, чёрный хлеб, let's go. Нет, у нас на самом деле, несмотря на то, что вот почему-то, видите, это вот тоже как бы связано с личным брендом, у людей ощущение, что продукция дорогая. На самом деле мы работаем абсолютно по всем правилам бизнеса, то есть у нас есть определённая маржа, и мы больше не замахиваемся. Несмотря на то, что личный бренд, я не пытаюсь это сделать так, что это же мой бренд, так что давайте дороже делать. Я стараюсь, вообще я считаю, это правильный подход. Каждый бренд, он должен всё-таки в какой-то момент оторваться, сепарироваться от своего вот этого начинающего создателя, и потом уметь и иметь возможность существовать отдельно. То есть это как своими туфлями. То есть когда ты проходишь и видишь, что вот он мой бренд, возможно, он уже не живёт, и я вижу, что до сих пор мои туфли через несколько лет до сих пор носят. И когда я слышу... Через несколько лет увидела свой хлеб, такую буханку уже затвердевшую, говорит, это мой. Он ещё лежит. Да, он ещё лежит. Дай бог. Да, ну, на самом деле я очень люблю, когда об обуви говорят, что она комфортная, что она долго носится, что она там качественная. То есть это уже одно дело личный бренд, и вот здесь мы приходим, я считаю, к тому, зачем я хотела здесь сегодня поучаствовать, что личный бренд, он не может только обещать продукт. И не доставать его. И всё. Просто потому, что у меня есть влияние, просто потому, что у меня есть имя. И люди, которые хотят что-то от меня, я считаю, что параллельно и обязательно должно быть какое-то качество. И я хочу, я стараюсь этому соответствовать, чтобы в итоге в какой-то момент этот продукт мог существовать отдельно сам по себе. Мы к этому моменту ещё не пришли, но я очень хотела бы к этому прийти в итоге. Но мне кажется, он существует без тебя, только ты хочешь, чтобы он как-то существовал, знаешь, вот в каком-то в таком большом формате. Но, например, в моей голове я вообще не знал, что это твой бренд, что это твой багет вот в этой красивой пластиковой упаковке с зелёной атихеткой. Он начал. Он последние, наверное, несколько месяцев, он реально существует как отдельный бренд, особенно наш сэндвич. Это такая неожиданная для нас была фишка, мы вообще не акцентировали на сэндвичах, мы просто начали их делать. Мне девочки сказали, ну у нас есть хлеб, почему бы не делать сэндвич, угрюки делать, если вам не сложно. И сейчас там в ТикТоке про наши сэндвичи какие-то там постоянные отзывы пишут, и никто не соединяет меня. То есть в ТикТоке я особо не присутствую, то есть я там на самом деле не имею никакого веса, никакого влияния. И тут они существуют отдельно от меня. Уже это произошло совсем недавно. Поэтому мы и расширяемся. Теперь ты будешь жить в ТикТоке, чтобы ты понимала. То есть сейчас, да, после этого подкаста ты уже будешь жить Я надеюсь, я надеюсь. То есть эта рука с маникюром была всегда, вот вы можете ассоциировать лицо. Да, верим, стоит у окна и такая. Всё, ребята из ТикТока, вот знаете, кто этот человек. У меня такой вопрос к вам, Мирим. А вот сегодня на основе всего опыта видно, что как-то на интуитивном уровне или больше, да, на интуиции и опыте у вас получилось и свой личный бренд перевести в какие-то продукты, потом и в доход. И всё это происходит как-то органично, то есть без какого-то, иногда бессмысленного хайпа. То есть без вот этих каких-то… Скандалов. Скандалов, какие-то дешёвых тактик привлечения внимания. Вот по вашему мнению, какой? Что вот, если человек хочет себе построить чисто плотный и экологичный личный бренд, вот какие шаги ему нужно предпринять или каким такой личный бренд должен быть в итоге? То есть чего он состоит? Про духовность вначале говорили. Я всё-таки верю в то, что должно быть внутренне. Человек должен быть с хорошими намерениями. И это, как это на русском будет, благородство, integrity. Честность. Да, это такая составляющая, где человек просто добросовестно делает то, что он хочет делать, и это будет приносить ему, во-первых, удовольствие, во-вторых, деньги и, в-третьих, пользу другим людям. Эти составляющие, которые, я думаю, если они есть, то это хороший фундамент для того, чтобы выстроить чистоплотный бизнес. Меня очень печалит то, что очень много стало в нашей стране, я видела это в России происходило, таких пустых продуктов. Очень много, особенно последние несколько недель, наверное, даже. Очень много запустилось, всего-всего-всего. Самый чай начался. Окей. Но я не буду, я не буду. Я слушаю внимательно, я потом всё объясню. Но на самом деле меня это печалит. Хотя я понимаю где-то, что я, наверное, тоже не права, потому что есть потребитель, есть спрос, поэтому есть предложение. Это логично. Но если предложение есть в моём таком идеальном представлении, это предложение должно быть, вот как я сказала, да? Ты идеалистка. Да. Я вот через всё это, через весь наш разговор слышу, что ты хочешь особенное, то есть лучше, интереснее. То есть ты всегда ставишь цель, то есть у тебя есть цель, и ты всегда так на 10 сантиметров выше её поднимаешь. Раньше я бы сказала, что я перфекционист, но я не перфекционист. Я бы это потом только поняла. Но у меня есть определённые требования к людям и к себе в первую очередь. Но из-за того, что они у меня есть к себе, я их транслирую и на людей тоже. Но я научилась, и я научилась, благо, понимать, что вот люди, они такие, какие они есть, и у меня есть выбор любить этих людей, быть с ними рядом, принимать их, либо не принимать. Команда тебя любит? Команда у нас очень крутая. То есть они не говорят, типа, мы и Рим, стерва, она нас заставляет там работать, мучить? Они говорят, что слишком мягкая. И часто получаются ситуации, где я говорю, нет, давайте вот все вместе обсудим, или там, давайте вот сделаем так. Моя команда тоже мне так говорит. У них бухгалтер мой или там шеф-кондитер, они такие, ну, надо бы вроде как построже. Но я стараюсь, я стараюсь выдерживать всё-таки человеческие отношения, и как все абсолютно книги, да, все там известные предприниматели, самые-самые успешные говорят, хотя, наверное, самые успешные так не говорят, что человеческое отношение строит успешный бизнес. Кстати, о Крис Дженнер тоже, у неё одна, я прям цитатник Крис Дженнер. Сегодня, да. Крис Дженнер также очень классно сказала то, что люди, которых вы встречаете на пути вверх, это те же люди, которых вы будете встречать, когда вы будете падать вниз. А мы все, они все поднимаемся вверх и падаем вниз, это нормально, это цикличность жизни. То есть, это правда. Это значит, она понимает, что она может идти вниз, и она к этому готова очень, да? Крис Дженнер очень любят, то есть, да, она там, её не любят за какую-то неэкологичность и так далее, но как человек век её уважают. Да. То есть, личностный бренд в Америке, например, Марта Стюарт, да, которая буквально создала бренд на то, что она побывала в тюрьме. В тюрьме, да. Ну, то есть, бабушка в 60 лет побывала в тюрьме и сделала на этом бренд 300 миллионов долларов. Обожает Крис Дженнер. Ну, то есть, идеально вот к тому, что ты сказала. Я не знала, что ты сказала в тюрьме. Ты не знала, что Марта Стюарт? Ты могла бы быть Мартой Стюарт, я это вижу. Давай без тюрьмы, но да. А можно без тюрьмы? Без тюрьмы, но в плане прям вайп Марты Стюарт, у тебя и тембр голоса, и подача, и то, как ты относишься к бизнесу, к команде, у тебя всегда вот планка выше. Прям Марта Стюарт. Ну, лучше выглядите. Вот теперь у нас ещё и люди в пожилом возрасте будут сказать, да? Нет, нет, возраст, я люблю возраст, я буквально сегодня разговаривала с одной компанией, которая предлагает сотрудничество по косметологическим процедурам. Я говорю, ребят, я вообще не за антиэйдж, если можно, я сегодня тоже скажу. Возраст – это хорошо, это естественно, это прекрасно, нужно это любить и не бояться. Вот, если позволите потом это оставить в эфире. Конечно, оставим нас. Поэтому Марту Стюарт мы любим, мы любим Марту Стюарт и всех остальных тоже. Вау, это очень круто, и я думаю, что это подводит к нам в финальной части нашего подкаста. Она называется FYP или For You Page, или в рекомендации. То есть, что у тебя сейчас появляется в рекомендациях, что тебе рекомендуют алгоритмы. Нет, это, возможно, любимая книжка, песню, которую услышали, какая-то мысль крутится. Рекомендации космоса, например, там всё что угодно. Просто чем ты сейчас интересуешься, не обязательно типа что-то такое. А, я думала прямо здесь, что у меня выходит. У меня, вот у меня, я буквально воспринимаю, я всегда говорю то, что у меня реально выходит. Зи, например, сейчас говорит то, что он смотрит, то, что ему нравится. То есть, всё по-разному. Ну, если я сейчас начну здесь смотреть, у меня, скорее всего, будет выходить психология и всё такое. А если взять в общем и отойти от строительной темы, которая меня сейчас полностью поглотила, я всё-таки продолжаю изучать коммуникации. Я вот сегодня буквально закончила, вчера закончила курс очередной по коммуникациям, и я увлекаюсь именно межличностными отношениями, выстраиванием коммуникаций и отношений. Сейчас так стало модно говорить слово коммуникации, но именно межличностные отношения и выстраивание отношений с людьми или с группой людей, или между компаниями такие, которые бы приносили максимальный положительный эффект. Интерперсонал коммуникация. Это то, на чём я сейчас сильно концентрируюсь, с чем увлекаюсь, потому что я думаю, что это будет один из моих следующих начинаний, и я к этому иду постепенно. Преподавать коммуникации, вот это? Преподавать коммуникации и пойти чуть дальше, но это точно не будет курс, потому что меня уже спрашивали, ой, это прогрев. Я говорю, нет, нет, никакого курса не будет. Мы обсуждали... Мы обсуждали... Нет, нет, я хотела прям учебную программу для студентов. У меня майнер по коммуникациям, кстати. Я изучал интерперсонал, интроперсонал и так далее. Да, это здорово. Я считаю, что это прям базовый навык для абсолютно любого человека в любой сфере жизни. Собственно. И мы обсуждали, что вот мы планируем запускать, я рассказывала, запускать медиа-издание, онлайн-издание, и я хотела бы это всё как-то вот, всё, коммуникации, разные способы нести в мир. Нужную информацию. Чтобы это было немножечко таким противовесом пустой информации, которая заглушила сейчас соцсети. Содержание, короче, да, нести массы? Ну, насколько получится. Я опять-таки не хочу показаться эго моё такое, я сейчас вам дам что-то большее. Просто то, чем я хотела бы сейчас попробовать заняться. Вот, и поэтому моя жизнь, она больше сконцентрирована сейчас на этом, на коммуникациях, на расширении того, что уже есть. И уже, наверное, просто психология почему? Потому что благодарность, потому что принимать мир, любить всё, что есть в моей жизни, таким, какое оно есть. Вот это, чем я сейчас сильно увлекаюсь. Клювно, классно. У меня на FYP в моей голове, в моём создании в последнее время, что у меня цацки. Я просто обожаю, мы сейчас готовим просто дроп моего мерча, потому что я думал, что типа одежда, шмодежда это моё, но я настолько полюбил украшения. А вот это вот тоже? Это нет, это вот казахстанский бренд аниме. Да, вот всё, кроме кольца, по сути. У меня там... Очень классно. Очень классно, очень классно сделано, да, то есть Я и Центролазиатский бренд. И мы сейчас прототипы готовим все делать, то есть это в тихую, там покупаю брюлики, это всё, это моя такая новая любовь. Да, и то есть для меня вот этот мир окунаю и понимаю, что типа, о, вау, мне это настолько нравится, и это не просто базовые футболки и там это и так далее. То есть по-настоящему то, что у меня откликается и то, что я буду носить в реальной жизни, это вот то, что у меня. Классно. Вау, вот такие серьёзные. У меня в рекомендациях... How to say slay queen in Chinese? И там что-то на китайском. How to say fuck you in Chinese? И это моя любимая тиктокерша. Fuck you. И ещё у меня появились новые китайцы. Они говорят на китайском, то есть они в своих видео говорят по-китайски, но у них сверху Siri их озвучивает. То есть искусственный голос на английском, они такие ты не можешь открыть машину, you cannot open your car. И там они показывают, как там взломать машину. И там показывают кучу миллиард хаков, типа, что сделать с машиной. Китайский тикток, он так медленно захватывает рекомендации. Мне кажется, на фоне американского этого они начинают потихоньку этот, как называется, китайская версия тиктока. У него другое название. Dayon. Dayon вроде бы. Они начинают потихонечку забивать. Правильно, правильно. Вот это мои рекомендации. Я очень уважаю китайский тикток. Прямо интересно. У меня, на самом деле, вот я сейчас соврала, у меня благодаря Girl очень много стало про всех. Слэбрити, Селена Гомес, это всё. Потому что это был маленький guilty pleasure у меня сейчас смотреть тиктоки твои. А, классно. И я смотрю такая прям... Ну, это отдых, да? Это классно, да. Я никогда этим не увлекалась. И вот благодаря твоей страничке я прям поймала себя на том, что это мой такой маленький... Guilty pleasure. Guilty pleasure. Давайте отредактируем, что как будто бы она говорит обо мне всё это время, пожалуйста. Типа, мне так нравится твой тикток. Guilty pleasure. Очень всё классно. А нет, я твои тоже посмотрела. И я сзади из Сверху такой, я китайскую озвучку сделаю. Азиз, у тебя такой классный тикток. Нет, у меня тоже есть вот то, что ты говоришь со всякими китайскими. Почему-то, я не знаю, это, видимо, алгоритмы какие-то, у меня тоже это всё вылазит. Так что это мне тоже знакомо. Шайтан, это уже всё. Пора заканчивать. Да, нам за это пора заканчивать. Всё, ладно, давайте, давайте. Спасибо большое, что смотрели этот выпуск. Оставляйте обязательно комментарии. Возможно, у вас есть вопросы к Мейрим, возможно, вопросы к нам. Оставляйте свои пожелания по темам на следующие выпуски. Подписывайтесь. Что там ещё? Колокольчик, что нас ещё просят? Подписывайтесь обязательно на Мейрим. На её сутсети мы оставим ссылки в описании. See you later, alligator. Bye!